привет дорогие друзья вы на канале колумблог с вами катеров танки и сегодня у нас будет с вами такой тактический я бы сказал бой и он конечно не относится боям каких-то там грандиозных игроков которые набивают по 10 тысяч урона в каждом бою хотя конечно это чаще всего хвостовство потому что 10000 бою набивается далеко не всегда и чаще всего показывается самые самые лучшие бои ничего удивительного здесь я уступил место в за 132 но так как мне надо было поворачивать налево он абсолютно не сделал никакого маневра начал ходить вправо мне пришлось его немножко подвинуть ну а что делать нет нельзя задерживаться он маленький юркий проскочить и так бы мог ну говорится надо быть расторопнее все таки надо понимать что тяжелому танку вот как сейчас да ведь я его фактически прикрыл грозит намного больше опасности при переходе вот этого участка чем маленькому юркому вы за 132 ну как бы там ни было здесь удалось откатиться получить только одно попадание принципе нормально и даже мы откатились как бы успели уйти получить в каток и нас зафиксили тогда когда мы уже практически спрятались за камнем риск был минимальный в общем в этом бою у нас будет самое главное это маленькие тактические нюансы которым я постараюсь уделить максимум внимания ну а результат самый обычный вот сейчас 113 довольно таки опасно выкатывался мы успели дать еще шот в нлд ставим на гуслю не даю ему откатиться вот я понимаю что как мне только косвенный урон пойдет копилку но факт то что я дал возможность 113 добить этого противника выкатался он как-то опасно 113 с точки зрения того что его там легко мало достать арта и благо что на этом участке не было пт-шек на точке b9 b0 вот которые могли бы его оттуда прострелить пт-шка стояла только вон на а8 и в общем-то каких-то там больших проблем не вызвало итак смотрю на карту да вижу что вся наша толпа на горе вражеская толпа наоборот идет по низине по первой линии и я понимаю что надо быстро эти закрывать эту дырку в обороне f103 отдающий сигнал иди помоги мне потому что ну как бы одному барабанщику там тяжело справляться даю сигнал о том что не помогли но как как видите союзники у нас говорится хитрые они все хотят стоять на горочке что прям подсвечивали они пользуясь преимуществом по высоте накидывали по противнику ну это как говорится все хорошо пока вот это вот линия к она обороняется когда вот я поставлю на паузу чтобы вы поняли в чем суть когда линия к вот это вот она не закрыта то отсюда проходят соперники и отлично идет прострел можно подойти горе можно отсюда подсвечивать и в фактически наши братцы горцы попадают под перекрестный огонь поэтому если бы эту линию не закрыл я неизвестно еще как бы закончился бой но я здесь фактически создал угрозу для них и не дал им возможность так легко сюда проскакивать как бы им хотелось хотя возможности у них здесь были более чем т-62 и т-49 счетом т-57 хэви проскочить можно было спокойно здесь получается так что шестьдесят два бодается с нашим 215 в 183 успею дать два шота он откатывается здесь еще допускает ошибку хотел ответить обязательно и поэтому еще одно попадание получил чего в общем-то ему делать вовсе было не обязательно ну да ладно я включаю здесь перезарядку здесь единственная моя ошибка была в том что здесь можно было уже развернуться здесь есть высота да ну вот я ведь от т-49 получил можно было развернуться и уйти вот туда с другой стороны если бы я развернулся и попал под засветом по мне влепил т-49 то последствия попадания фугаса были бы намного более неприятными вот но здесь еще не успел откат дышится мне прикрыл союзник и добил т-62 который как раз переваливался через gd все я заряжен теперь враг знает что по линейка не пройти они устремляются всех центру обратите внимание и фактически попадают под огонь нашей тройки которая сидит на горе что в общем ставит противника в невыгодное положение но здесь есть то как раз в такую ситуацию попал перекатывался через gd вышел к фактически на простреливаемый участок и ну если я там пальнул то кто-то другой бы его добил в общем это было уже собственно говоря неважно вот и вот получается такой эффект окружения да там 2 лт у нас кружат на точке а3 вражеский тяж вот ну им конечно это не удастся потому что это м x50 бен кстати очень неплохо в данном бою твоего года по факту здесь вот противник на нашей респе попадает под перекрестный огонь немножко подождал я понимаю что же на меня выкатываться никто не хочет противник попытался рвануть вперед но он быстро в общем вся эта его затея закончилась ничем поэтому я иду вперед делаю выстрел но стабилизация нефти поэтому в общем то снаряд влетел непонятно куда на меня еще один снаряд в кассете вот и делаем выстрел в борт башни добиваем еще одного противника по факту здесь у нас даже скажем больше результаты по фрагам чем по урону и вот я оцениваю из 4 да я знаю что скрещу я не успею перезарядиться до момента сближения с ним поэтому я принимаю решение что мне так или иначе желательно пойти на таран но так как из 4 танк тяжелый да у меня скоро здесь вот 40 километров я набрал то всего 116 я нанес ему но он на кд выцеливаем крышу все и противник уничтожен то есть что важного было в этом бою конечно же ключевое было то что на горе мы очень быстро заняли инициативу заняли позиции да там стояли наши союзники вот они оттуда ввели очень успешно огонь но все это опять же был благодаря тому что закрыта была линия к никто не дал им пройти противнику с правого фланга на центре неплохо держали оборону и конечно же сказалось то что противник тоже массово рвану на одном направлении не оставил даже птшек на линии c в точках и 90 которые могли бы хоть какой-то дать им перевес и не давать так спокойно сборки накидывать к сожалению фраг просчитался он отдал фактически вот это вот направление вот и соответственно отсюда шел тоже и по цвету и подход противника артиллерия вражеская сильно пострадала от этого то есть в общем ключевой очень важный участок вот этот был отдан не воспользовались возможностью пройти по линии к противники да и фактически совершили две таких наиболее важных ошибки вот она мы в этом бою конечно же молодцы потому что несмотря на то что мы не нанеслись из какого-то огромного урона но мы создали проблему на ключевых направлениях для противника и не дали ему пройти по той линии которая могла бы привести его к победе вот на этом у нас все если вам понравилось ставим лайки подписываемся оставляем комментарии и до новых встреч пока